Здравствуйте, дорогие мои друзья, дорогие подписчики YouTube канала Дом Света. Я рад приветствовать вас в нашей виртуальной студии на программе Соло Скриптура. Мы продолжаем изучать замечательную книгу, Библию. Сегодня в гостях нашей программы вновь Павелка Данил Данилович. Сегодня мы вместе с ним будем поднимать очень интересный вопрос. И он звучит так. Как я могу победить грех в моей жизни? И вообще, что такое грех? И грешен ли я перед Богом? Хочу сразу пригласить вас поставить лайк данному видео. И обязательно написать в комментах о том, как вы считаете, что такое грех и можно ли с ним бороться. А мы приступаем к изучению новой темы. Присоединяйтесь к нам, дорогие друзья. Данил Данилович, здравствуйте. Приветствую, Сергей. Очень приятно. Я вновь рад пригласить вас в нашу виртуальную студию на программу Соло Скриптура. Хочу поблагодарить вас, что вновь смогли уделить время для общения на очень интересную тему. Для тех людей, кто еще не знает, а может быть не смотрели наше первое видео, пожалуйста, перейдите по ссылочке, которую видите на вашем экране. Там с Данилом Даниловичем мы говорили о том, что такое вера и что такое религиозность. Если вы не смотрели, обязательно просмотрите данное видео. А сегодня мы приступаем вновь к новой теме, к новому обсуждению. И тема или вопрос звучит сегодня так. Как я могу победить грех в моей жизни? И вообще, что такое грех? Сегодня многие люди живут в мире и, в принципе, они говорят, ну, я ничего такого не делаю, я живу, я, в принципе, законопослушный гражданин, я законы исполняю, я не курю, я не пью. У меня одна жена, либо одна, один муж, извиняюсь. Ну, почему я грешен? И многие люди не понимают вообще понятие грех, что это такое и почему они сегодня грешны? Вот людям сегодня многим непонятно. Данил Данилович, вы могли бы сегодня как-то пролить свет на данный вопрос? Что такое грех? Да, это очень важный вопрос. Конечно, на помощь в ответе на этот вопрос нам приходит Священное Писание. Очень важно, чтобы мы могли увидеть, что Священное Писание говорит о грехе. Но прежде всего, отвечая на этот вопрос, я, может быть, кого-то даже своим ответом напугаю или приведу в какое-то состояние тревоги. Я хотел бы сказать, что грех победить невозможно. Именно поэтому, зная это, Бог отдал Своего Сына Иисуса Христа, чтобы Он стал нашим Спасителем. Если бы возможно было человеку освободиться от греха какой-то установкой, каким-то настроем, каким-то старанием, этот бы путь, если бы он был возможен, тогда Христу не надо было приходить, рождаться как человеку, то есть быть воплощенным как человек и пройти через такие переживания. Но поскольку человек не мог выбраться из этого состояния греховности, Бог послал Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Он стал нашим Спасителем. И вот как невозможно человеку, какой бы ты тренированный ни был, штангист, который поднимает большой вес, какой бы сильный ни был человек, если он будет поднимать сам себя за шнурки своих кроссовок, он все равно никогда себя не поднимет, он так и останется на земле. И выбраться из состояния греховности человек сам по себе не может. Все попытки, они могут быть только кажущимися успехами. Вот как бы в этом ракурсе я хотел бы, отвечая на вопрос, именно с этого начинать. Что грех победить человеку невозможно. Именно поэтому Христос пришел на эту землю, чтобы дать нам возможность быть освобожденным из этой темницы, от этих стереотипов, от этих комплексов и от этого состояния испорченности, как грех. А что такое грех, Данил Данилович? Это определенное дело, слово. Это какая-то мысль, которую человек может сделать, и хоп, он и согрешил. Ну просто сегодня многие говорят, ну я не делаю ничего противозаконного, я не ворую, я не прелюбодей, я не желаю того, что мне не принадлежит. То есть я живу в принципе нормально, и почему вы мне говорите, что я грешен? Где, где, что я сделал? Как бы я встречал таких людей лично, и он говорит, ну я же не сделал ничего такого. Я не спернасловью, я стараюсь жить хорошей человеческой жизнью. И человеку, вот ему вообще непонятно некоторым людям, что такое грех вообще. Что это такое? Это слово, дело, мысль. Это что такое, Данил Данилович? Да, интересно. Интересно то, что Джон Стот, это один из богословов протестантских. У него есть книга, труд, который называется «О грехе и о грехах». И очень часто, когда мы говорим о грехе, мы подразумеваем под этим какие-то плохие привычки. Привязанность к алкоголю, к наркотикам, грубость, жестокость, половая распущенность, может быть, какие-то нечестные сделки, жадность, какие-то финансовые махинации и многое другое. И это правильно. Это все является тем, что нарушает гармонию и счастливую жизнь не только тех людей, против кого это обращено, кого обманули, кого ударили, кого оскорбили. Но сам человек, который является проводником, тот, кто обманывает, забирает, грабит, прелюбодействует, он по-настоящему счастливым не может быть. Ему может только казаться, что это хорошо, что у него есть еще на стороне какая-то любовь, которую он не может упустить. Но, с другой стороны, он боится. Вдруг жена увидит СМС-ку, вдруг дети увидят, и детям будет так неприятно, что у папы есть еще какая-то другая женщина, и он такую двойную жизнь ведет. И этот человек, одновременно как бы наслаждаясь, живет в постоянной тревоге. Грех не может в полной мере приносить человеку счастье. Ну, конечно, это внешние проявления, а вот это внутреннее проявление – это греховность наша. То есть, это потеря первоначального образа Божьего, который Господь подарил нам, сотворив первых людей. Вот эта потеря, вот этого желания доверяться Господу, общаться с Ним, не сомневаться в том, что все намерения, слова, заповеди Божьи, они даны во благо. Не находить какого-то подвоха в словах Бога, в Его заповедях, в Его установлениях. Потому что именно с этого началось. Змей сказал жене, а вы знаете, что на самом деле Бог по другой причине сказал вам не ехать от этих плодов. А вот по какой причине. И вот когда человек стал сомневаться в порядочности Бога, в Его последовательности, когда он принял точку зрения змея, когда ему показалось, что змей лучше заботится о них, о Еве, о Адаме, чем сам Бог, вот здесь как раз появилось вот это понятие греховность, греховность. И поэтому Джон Стодд говорит о грехе и о грехах. И мы чаще всего боремся с грехами, с грешками. Но если мы их боремся, основной корень остается. Это, конечно, очень важно нам подметить, что корень остается, любовь к этому остается. И именно поэтому Господь Иисус, когда говорит в Евангелии от Иоанна в 16 главе, «Когда придет Дух, Святой Утешитель, Он обличит мир о грехе, и Он дальше поясняет в восьмом тексте о грехе, что не веруют в Меня». Мы возвращаемся к той теме, которую мы до этого с вами разбирали. И вот здесь получается грех и недоверие Богу, они взаимосвязаны, потому что сутью всякого греха есть недоверие Богу. Это наша неспособность правильно понимать Бога, правильно его воспринимать. Мы всегда в действиях Бога видим какой-то подвох. Мы склонны те или иные обстоятельства в нашей жизни воспринимать и интерпретировать в силу нашей испорченности. Поэтому вот такая картина вырисовывается, когда мы смотрим общий контекст Священного Писания. А можем ли мы в Библии, может быть, найти конкретный текст, который говорит о том, что есть грех? А может быть, некий такой термин, который пишет тот или иной апостол, либо, может, Иисус Христос об этом говорит? Конкретно в Священном Писании, что грех – это и, может быть, какое-то перечисление. Или подобного нет, ничего такого. Нет, Священное Писание очень определенно показывает нам, что есть грех. И Священное Писание это показывает как прямыми какими-то указаниями, так показывает, когда описывают те или иные истории в жизни людей, когда они избирали тот или другой путь, каким это результатом приводило. Но вот этот текст – грех есть беззаконие. То есть желание проигнорировать заповеди, которые Господь дал, как правило, счастливые жизни, живя которыми человек будет строить гармоничную счастливую жизнь, когда человек игнорирует, это и есть беззаконие, это желание выбрать свой альтернативный путь, независимо от того, что Бог предлагает. Но интересно, что в Священном Писании, если мы говорим о Новом Завете, грех имеет… Понятие грех представлено разными словами. Одно из слов имеет значение, оно звучит «хамарсия», означает как бы такой военный термин, который подразумевает «целиться, но не попасть». То есть попасть мимо. И вот Священное Писание греческое, когда Новый Завет использует, когда желает донести, что такое грех, показывает это не стать тем, кем ты Богом был задуман. То есть прожить такую жизнь, которая не во всем, ты мог бы совершенно по-другому этими обстоятельствами воспользоваться, но ты это сделал не так. Также есть такое слово «афилема», которое подразумевает «это невыплаченный долг», то есть это то, что я должен дать. И в молитве «Отче наш» как раз написано «И прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим». Здесь имеется в виду более широкое понимание. Это не денежный долг или мешок муки кому-то не отдал. А здесь идет речь о более широком понимании. Здесь идет речь о том, что мы обращаемся к Богу и понимаем, что мы нуждаемся в Его милости. А поскольку Он одаривает нас своей милостью, те люди, которые перед нами провинились, мы также должны милостиво с ними поступить, потому что нам прощено намного больше. Поэтому понятие «грех» подразумевает еще не долг, который я не возвратил. Понятие «грех» еще подразумевает упасть и потерять доброе имя. Вот такие оттенки есть в греческом языке при написании Священного Писания, которые используются. Также есть слово «грех» – это переступить черту, то есть перешагнуть черту. Это тоже несет оттенок греха. И, конечно, чаще всего используемый это слово звучит «аномия». «Номос» – это закон, а вот эта приставка «а» – это отрицание, беззаконие. Это тоже показывает нам, что есть грех. Конечно, есть еще целый ряд терминов, но именно вот то, что я могу сейчас представить… Более конкретно, да, примеры. Да, то именно вот эти оттенки несет. Грех – это прожить мимо, то есть не стать тем, кем я Богом был задуман. Грех – это невыполненный долг. Грех – это упасть и потерять доброе имя. Грех – это переступить черту. И грех – это беззаконие. То есть даже вот судя через призму этих высказываний, мы видим, что грех несет оттенок разрушения. И он не приносит никакой радости, в конце концов, тому, кто с ним не желает расстаться. Наверное, тоже важно подметить это то, что грех, я бы назвал это таким неким… Да, грех, он как бы многолитий, да, можно по-разному, там, и то, и то, и другое. Но в центре – это же, конечно, эгоизм, да, это мое «я». Вот, и, наверное, многие вот видят детей, какой ангелочек, да, особенно маленьких, там, полгодика, когда начинают только ползать, какие ангелочки, какие хорошенькие. И вроде бы нет в них вообще никакого беззакония, греха, да, ну, они прямо действительно как ангелы. Но если посадить двух детей и дать им одну игрушку, то вот эта вся сущность человека, она начнет показываться даже вот среди таких малышей, потому что он захочет взять, тот захочет себе взять мое «я», то есть, да, как бы вот эти… И вот этот грех, вот это эго, оно, наверное, на уровне ДНК. И с каждым поколением человечества, оно вот все как-то усугубляется, усугубляется, усугубляется. И когда человек уже становится взрослее, то здесь еще прибавляется беззаконие. Одно что-то сделал, другое, третье, десятое, и оно вот как снежный ком. Сначала маленькое, а потом все больше, 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 больше нарастает, и человеку очень сложно оставить. Но я хотел бы закончить, наверное, наше размышление на очень позитивной ноте, что неважно, какой грех ты совершил в своей жизни, Господь любит тебя. И Он обязательно будет работать над тобой. Он обязательно протянет руку человеку, который захочет изменить свою жизнь. Но мы знаем, что есть, как правильно сказать, грех, который никогда не простится человеку. Вот можно вот здесь вот тоже, как бы, может быть, тоже тезисно сказать, что есть грех, который человеку никогда Богом не простится. Что это такое, Данил Данилович, вот хула на Духа Святого, я как бы забегу наперед, вот что это такое? Это же тоже грех, или это не относится к тому, что мы вот с вами поговорили сейчас выше? Да, конечно, Иисус Господь наш в 12 главе Евангелия от Матфея говорит о том, что всякий грех и хула, который скажут люди против Сына Человеческого, простятся. И дальше Он говорит о хула на Духа Святого не простится. Многие люди пытаются составить список опасных грехов. Кто-то считает, что это прелюбодеяние, кто-то говорит, что это убийство, кто-то говорит, что это самоубийство. И на эту тему люди могут спорить, но, конечно, мы видим, Священное Писание показывает нам, что есть грех против Святого Духа, что есть хула на Святого Духа. Все-таки это не вид, не категория греха, а это состояние, в котором человек отвергает влияние Духа Святого, призывающего к покаянию. Вот здесь все-таки вот этот момент. И, конечно, нужно отметить, что это процесс. Грех, который Бог не может простить, это грех, которым человек не желает исповедать, то есть попросить... Покаяния. Покаяния не проявляет. Дело в том, что Священное Писание показывает нам... Мы читаем вот эти пророческие книги. Сейчас изучаем по плану чтения Всемирной Церкви книгу Амоса. Да, до этого мы изучали Исаию и других пророческих, других больших и малых пророков. И там везде мы слышим вот этот призыв к покаянию. Господь обращается, Он зовет, Он взывает, Он ждет, Он любит каждого человека и ненавидит грех. Вот интересно, что многие люди считают, что Бог, когда мы говорим о Боге, что Он есть Бог любви, мы забываем то, что у Бога есть очень определенная ненависть ко греху, не к человеку. Вот в чем отличается наш гнев? Наш гнев направлен против человека. Гнев Божий отличается от гнева человеческого тем, что он направлен не против человека, а против греха, который человеку подрезает крылья, который человек делает слабым, несчастным. И у Бога объект Божьего гнева – это грех. Поэтому мы видим, что Господь делает все возможное, чтобы мы обратили внимание. И не зря написано в первом послании Иоанна, написано, если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Здесь не написано «некоторые грехи», а «простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». То есть, когда мы говорим о грехе против Святого Духа, это грех, которым человек не желает раскаяться, исправить свой путь, исповедоваться. Поэтому в этой связи, конечно, мы видим, что наш эгоизм и наше «я», оно представляет очень серьезную опасность. Священное Писание говорит, что лукаво сердце человеческое, это книга пророка Иеремии, 17 глава, более всего и крайне испорчено. Наше сердце греховное. Поэтому вот это как раз состояние, от которого Господь желает нас спасти, чтобы мы могли увидеть, что нам мешает приблизиться к Богу. И вот однажды, это тоже такая интересная история, как два человека встречаются, два приятеля. Прошло много времени. Один из них познал Бога, стал верующим человеком. И когда они встретились, и вот этот верующий человек сказал о своих убеждениях, а другой его приятель был атеистом. И он, они раньше оба были атеистами, и он стал над ним подсмеиваться и говорит, ты уже стал совершенным святым человеком. Тот говорит, ну нет, я не совершенный, я не святой человек. Он говорит, ну а в чем тогда разница? Я грешен, и ты грешен. Для какой цели ты теперь так живешь и стараешься? И начал как бы над этим смеяться. И вот этот верующий человек ему сказал следующее. Я грешник, который убегаю от греха, а ты грешник, который гоняешься за грехом. И в этом есть большая разница. Да, вот порой, наверное, в жизни человека, оно действительно бывает так. Есть кто борется, а есть кто не хочет этого делать. Я хотел бы еще отметить, что Священное Писание представляет нам грех и его природу. Грех как поступок, грех как развращенное сердце и грех как порабощающая сила. Грех как поступок, грех как испорченное сердце, то есть мысли человека. У каждого из нас есть предрасположенность к греху. И грех это еще как порабощающая сила. И вот от всех этих видов греха пришел Христос, чтобы нас спасти. Хорошо, огромная благодарность вам, Данил Данилович, на то, что смогли пролить свет на данный вопрос. Действительно сложно. Вообще, мне кажется, тема греха, она очень многогранная. И можно много об этом говорить, как бы дискутировать. Но отвечая на наш вопрос, как я могу победить сегодня грех в моей жизни сам? Никак и никогда. Только с помощью жертвы Иисуса Христа. С помощью только Иисуса Христа, как Господа и Спасителя. Только так мы можем победить себя. Потому что в нас борется, да, тоже есть как бы такая притча. В человеке борются два волка. И человек спрашивает, а кто победил? Или тот, кого ты корнишь. Да. Кто ты победил? Давайте будем кормить нашего духовного человека. И действительно задумываться о том, что наша жизнь, она не бесконечна. И рано или поздно мы предстанем перед Господом. Если сегодня я думаю о том, что Господь не простит меня за ту жизнь, которую я делал, что-то совершал. Все наши жизни разные, пути у каждого человека разные. Но Господь говорит, что я люблю тебя, я умер за тебя, я дарую тебе сегодня свое прощение. И если я сегодня еще как-то сомневаюсь, смогу ли я победить, то и здесь Христос тоже дает нам свое обветование. Все я могу, любящий меня Иисусе. То есть пусть Господь благословит нас, дорогие друзья, дорогие телезрители. Пусть Господь благословит вас, Данил Данилович, на вашем служении. Еще раз хочу поблагодарить вас, что смогли уделить время для общения в нашей виртуальной студии на программе «Своз». Слава Богу, спасибо. Тогда мы будем прощаться и завершать нашу встречу. Всего доброго и до скорой встречи. До свидания. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин